Николай Степанович Гумилёв. Осенняя песня, 1903 год. Читает Лев Литвинов. Осенний негий поцелуй горел в лесах звездою алой, и песнь прозрачно-звонких струй казалась тихой и усталой. С деревьев падал лист сухой, то бледно-жёлтый, то багряный, печально плача над землёй среди расистого тумана. И солнце пышное вдали мечтало с нами изобилия, и целовало лиг земли в истоме сладкого бессилия. А вечерами в небесах горели алые одежды, и обогрённые в слезах рыдали голуби надежды. Летя в безмирной красоте, сердца к далёкому манили, и созидали в высоте венки воздушно-белых лилий. И осень та была полна словами жгучего напева, как плодоносная жена, как прародительница Ева. В лесу, где часто по кустам резвились юные дряды, стоял безмолвно строгий храм, маня покоем колоннады. И белый мрамор говорил о царстве вечного молчания и о полёте гордых крыл, неверно тяжких, как рыданье. А над высоким алтарём в часы полуночных видений сходились тихие вдвоём две золотые девы тени. В объятиях ночи голубой, как розы радости мгновенной, они шептались меж собой о тайнах Бога и Вселенной. Но миг и шёпот замолкал, как звуки тихого аккорда. И белый мрамор вновь сверкал, один, задумчиво и гордо. И иногда, когда с небес слетит вечерняя прохлада, покинув лук, цветы и лес, шалила юная дриада. Входила тихо вся дрожжа, залита сумраком багряным, свой белый пальчик приложа к кустам душистым и румяным. На пол, горячая от луча, бросала пурпурную розу и убегала, хохоча, любя свою земную грёзу. Её влечёт её стезя лесного радостного пенья, а в этом храме быть нельзя детям греха и наслажденья. И долго роза на полу горела пурпурным сияньем и наполняла полумглу сребристо-горестным рыданием. Когда же мир, восстав от сна, сверкал улыбкою кристалла, она, печально и одна, в безмолвном храме умирала. Когда ж вечерняя заря на тёмном небе угасает, и на ступени алтаря последний алый луч бросает, пред ним склоняется одна, одна, желавшая напева, или печальная жена, или обманутая дева. Кто знает мрак души людской, её восторги и печали, они эмалью голубой от нас закрытые скрижали. Кто объяснит нам, почему у той жены всегда печальной глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний. Зачем высокое чело дрожит морщинами сомненья, и меж бровями залегло веков тяжелое томленье, и улыбаются уста, зачем загадочная зыбка, и страстно требует мечта, чтоб этой не было улыбки. Зачем в ней столько тихих чар? Зачем в очах огонь пожара? Она для нас больной кошмар? Или правда горе с ней кошмара? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что надо ей от высоты и от воздушно-белой тени? Не знаем. Мрак ночной глубок. Мечта — пожар. Мгновенья — стоны. Когда ж забрежется восток, лучами жизни обновленной? Едва трепещет тишина, смеясь эфирным синим волнам. Глядит печальная жена в молчанье строгом и безмолвном. Небес далеких синева твердит неясные упреки. В ее душе зажглись слова и манят огненные строки. Они звенят, они поют так заклинательно и строго. Душе измученный приют в чертогах радостного Бога. Но дня великого покров не для твоих бессильных крыльей. Ты вся пока во власти снов, во власти тягостных усилий. Ночная темная пора тебе дарит свою усладу. И в ней живет твоя сестра, беспечная юная Дриада. И ты еще так любишь смех земного, алого покрова. И ты вплетаешь яркий грех в гирлянды неба голубого. Но если ты желаешь дня и любишь лучшую отраду, Отдай объятиям огня твою сестру, твою Дриаду. И пусть она сгорит в тебе могучим радостным гореньем, Молясь всевидящей судьбе, ее покорствуя веленьем. И будет твой услышан зов, мольба не явится бесплодной. Уйдя от радости лесов, ты будешь божески свободной. И душу те слова зажгли, горели огненные стрелы, И алый свет, и свет земли предстал, как свет воздушно-белый. Песня Дриады Я люблю тебя, принц огня, так восторженно, так маняще. Ты зовешь, ты зовешь меня из лесной полуночной чащи, Хоть в ней сны золотых цветов и рассказы подруг приветных, Но ты знаешь так много слов, слов любовных и беззаветных. Как горит твой алый камзол, как сверкают милые очи. Я покину родимый дол, я уйду от лобзаний ночи. Так давно я ищу тебя, и ко мне ты стремишься тоже. Золотая звезда, любя, из лучей нам постелят ложи. Ты возьмешь в объятья меня, и тебя, тебя обниму я. Я люблю тебя, принц огня, я хочу и жду поцелуя. Цветы поют свой гимн лесной. Детям и ласточкам знакомы, и под развесистой сосной Танцуют маленькие гномы. Горит янтарная смола, лесной дворец светло пылает, И голубая полумгла вокруг, как бабочка порхает. Жених, как радостный костер, горит могучий и прекрасный. Его сверкает гордый взор, его камзол пылает красный, Цветы пурпурные звенят. Давайте место, больше места. Она идет, краса дрят, стыдливо белая невеста. Она прекрасна и тиха, не внемля радостному пенью, Идет в объятия жениха в любовно-трепетном томлении. От взора ласковых цветов их скрыла алая завеса. Довольно песен грез и снов среди лазоревого леса. Он совершен в великий брак, безумный крик всемирных Оргий, пускай леса оденет мрак. В них было счастье и восторги. Да, много, много было снов и струн восторженно звенящих Среди таинственных лесов, в их голубых веселых чащах. Теперь открылись миры жене божественно надменной. Взамен угаснувшей сестры она узнала сон вселенной. И в солнце ткань обличена. Она — великая святыня. Она не бледная жена, но венциносная богиня. В эфире радостном блестя катятся волны мировые, А в храме белое дитя творит святую литургию. И белый всадник кинул клик, Скача порывисто безумно, Что миг настал, великий миг, Восторг предмирный и бездумный. Уж звон копыт затих вдали, Но вечно радостно мгновенье И нет дряды сна земли Пред ярким часом пробужденья. Веселичество Продолжение следует...